Всем доброе утро! Рада приветствовать вас на нашей еженедельной встрече. И мы начнем ее, как всегда, с классного видео. Я всегда был в компаниях среднего размера, технических. Я продавал погрузчики, штабеллеры, поломочные машины. В том бизнесе, где я был раньше, там все мысли категориями сделки. Крупная сделка, ты сорвал куш, ты живешь дальше. То есть там баланс между долгосрочным и долгосрочным очень сильно нарушен. Менеджер международных проектов, обязательно свободное знание английского. Я подумал, это же вообще для меня. И я решил просто сделать тестовое задание. И оно меня на самом деле увлекло. То есть я сидел, делал, копал там про нигелью, думал, как бы я туда выходил. И это была прямо вот такая работа, которая меня искренне увлекла. Я помню, что там ДОДО, так называют сушеные бананы, поэтому написал там как один из риск, можем ли мы там называться ДОДО. Мне кажется, сейчас я бы не попал в компанию. Мне кажется, сейчас задание намного сильнее приходит. Я помню, что было минус 35, и я помню, как я выхожу из машины, и у меня так пуховик, ну как бы трещит, и я как в этом терминаторе, в 3000 после жидкого азота. Вот я очень хорошо помню этот хруст пуховика. Что-то такой был переезд, долгий, тяжелый, город нам не знакомый. Я целыми днями пропадал на работе, у меня была работа, после этого еще было обучение. То есть меня там... И Катя что-то так плохо себя чувствовала, она думала, что ее тошнит от Сыктывкара. Это оказалось не так. И в итоге в сентябре родился ребенок, а переехали мы в январь. Я узнал, что я теперь, оказывается, Батыс, а Катя – это Мамыс. Вот, потому что здесь это было на, ну, с одной стороны, на русском языке, а с другой стороны, на коме. Смена логистических операторов. Вот это время, когда ты чувствуешь, что ты по-настоящему живешь. У тебя есть четкий план. Поэтому это и сложно, и просто. И это адреналин. И, надеюсь, больше мы никого менять не будем. Я присутствую на всех собраниях. Я говорю, какие все как умные, а тут типа я вообще, как я здесь освоюсь. Я помню, что это я чувствовал, но потом освоился. Это завораживает. Мне кажется, что как бы сейчас 50-е, и мы в Макдональдс, примерно так. Я люблю мемасы, и я часто кому-то скидываю. И в итоге после какого-то очередного мемаса все меня стали наперебой спрашивать. Блин, такие классные мемасы. Ты сделай канал, и тебе будет проще, и нам будет проще. И я сказал, окей, ладно. Я просто специально мемасы какие-то не ищу, но когда мне что-то впадает, чем я хотел бы поделиться, я засылаю в этот канал. Подписывайся на мой канал, мемасы от зомбы. Так, также рада поприветствовать новых членов нашей команды. Это Виталик. Он наш новый QA-инженер. Виталик любит кататься на велосипеде и на горных лыжах. Привет, Виталик. Это Катя. Она наш новый локальный диджитал-маркетолог. Катя в свое время изучала китайский язык и училась даже на переводчика китайского языка. И также Катя пришла к нам из Яндекс.Здоровье. Привет, Катя. Это Аня. Она наш новый юрист. Аня, что-то... По-моему, она увлекается микробиологией, потому что мне тоже очень нравится микробиология. Давайте поприветствуем Аню. Это Мадина. Она тоже наш новый юрист. Мадина 10 лет... Ой, забыла. Мадина, подскажи мне, пожалуйста. Я знаю, что 6 лет она играла в шахматы и 10 лет... Наоборот, 10 лет играла в шахматы и 6 лет занималась большим теннисом. Привет, Мадина. И это Костя. Костя долгое время прожил в Великобритании. Потом Костя работал топ-менеджером в одной из логистических компаний в Питере. Сейчас Костя прошел обучение в Сыктывкаре. Уехал в Эстонию обучаться дальше у нашего партнера. И потом... И 25 февраля Костя выйдет и станет управляющим нашей пиццерией в Брайтоне. Привет, Костя. И теперь переходим к нашей истории IT-бренда. Меня зовут Лиза Швец. И сегодня я хочу рассказать вам, что же такое IT-бренд, зачем он нам нужен и что мы уже сделали на протяжении предыдущих 4 месяцев. Наверняка вы не раз уже слышали про нашу цель 250 разработчиков. Но есть небольшая проблема. Разработчики не знают, что Додо Пицца про IT. Разработчики знают, что в Додо Пицце есть крутая пицца. Именно поэтому я хочу, чтобы к концу 2019 года каждый разработчик в России знал, что в Додо Пицце крутая... Что Додо Пицца это крутая IT-компания. Что Додо Пицца это про IT. Первое, с чего мы начали свою историю, мы начали с исследований. В октябре 2018 года мы стояли перед большой горой. Мы не знали, насколько она большая. Перед нами был туманный путь. И поэтому мы начали с того, что мы исследовали саму гору. Мы поняли, что в России сейчас работает 442 тысячи разработчиков. Из них всего лишь 80 тысяч это Додо Пицца разработчики. Именно те разработчики, которые нужны нам. Мы за них боремся с крупнейшими IT-компаниями. Мы за них боремся с крупнейшими стартапами. Мы за них боремся с крупнейшими не IT-компаниями, как ни странно. И именно поэтому на этом этапе мы начали думать, чем же мы отличаемся от других компаний. Про что будет Додо Пицца. Например, компания Яндекс про крутые технологии, про беспилотные автомобили, про голосовой помощник Алиса. Компания Баду про большие данные, потому что у них десятки тысяч пользователей. Про что же будет Додо. И в тот момент мы поняли, что Додо будет про экстремальную открытость и про крутую инженерную культуру. Крутая инженерная культура значит, что мы пишем качественный код и мы пишем качественные продукты. В тот самый момент, когда мы поняли, про что же мы, мы начали думать, чем мы можем зажигать разработчиков. Почему разработчики должны идти за нами. И мы выявили топ-5 факторов, которые зажигают их сердца. Это команда, с которой они работают. Это то, что компания делает мир лучше. Это большой челлендж. Это рост и это крутые эксперты. Как ни странно, все эти составляющие есть у нас. У нас есть офигенная IT-команда, в которой работают очень крутые эксперты. Перед нами стоит большой челлендж. Только представьте, нам нужно построить из России глобальную IT-систему. Сейчас мы обрабатываем 100 тысяч заказов в день в 11 странах мира. Мы придем к тому, что мы будем обрабатывать 15 миллионов заказов в день по всему миру. Это просто фантастические цифры. И это очень сильно зажигает. Итак, после того, как мы провели исследование, мы поняли, что мы хотим следующего. Мы хотим, чтобы про нас знали. Мы хотим, чтобы разработчики за нами следовали. И мы хотим, чтобы разработчики к нам приходили. Для того, чтобы они про нас знали, что мы делаем. Конечно же, мы пишем статьи. В прошлом году мы написали 8 статей с общим охватом 57 тысяч человек. Мы выступаем на классных митапах и конференциях. В прошлом году мы выступили 10 раз и охватили 2000 человек. Но это, конечно же, не все. Мы делаем спецпроекты. Вы наверняка уже слышали про наш стенд на DotNext. Мы впервые в истории ДОДа были на большой IT-конференции со стендом. Подробности можно найти у себя в почте письме. Я не буду сейчас про это рассказывать. Уже много раз рассказывали. Но я еще не рассказывала про наш спецпроект с научно-популярным изданием N+.1. Мы решили протестировать теорию, что разработчики среднего и более высокого уровня хорошо разбираются в математике. Поэтому мы сделали игру про фрактальную пиццу. Разработчику нужно было соотнести пиццу с куском кода. У него было 3 жизни и было 3 раунда. Если он проходит 3 раунда, ему предлагается оставить почту, если он хочет работать у нас. 96 человек захотели у нас работать. Мы никого не заставляли, не принуждали. Они оставили сами свои контакты, потому что хотят работать в Dodo. И здесь я специально оставила 2 картинки фрактальной пиццы, которая у нас получилась, потому что, мне кажется, это что-то близкое к произведению искусства. Итак, мы пишем статьи, мы выступаем, мы делаем спецпроекты. Что же еще? У нас запустился Sensei Project. Это проект по построению персонального бренда. Один из самых ярких примеров персонального бренда, который мы с вами знаем, это Федор. Федора знают в бизнесе, Федора знают наши клиенты, но Федора не знают разработчики. Поэтому мы хотим, чтобы в мире разработчиков у нас появились свои Федора, свои крутые ребята, которых все будут знать. Сейчас я покажу вам первых участников. На самом деле их сейчас больше, но это первые ребята, с которыми мы начали. Это Антон Бивзюк, он наш agile sensei. Антон тот самый человек, который первым начал писать статьи на английском языке и начал протаптывать нам тропинку на международный рынок. При этом есть очень крутая новость. В следующем году Антон выступит на крупнейшей конференции по инженерной культуре XP 2019. Так что Dodo Pizza будет представлена в мировых масштабах. Это Илья Литовальцев. Илья Литовальцев наш лид технической поддержки Dodo Ease. В прошлом году Илья выступил на большой бизнес-конференции, после чего к нему подошли ребята из РБК и сказали, «Илья, напиши нам, пожалуйста, статью». Илья, конечно же, написал. Теперь Илью начинает звать дальше на конференции. Так что ждем новых успехов и ждем новых выступлений от Ильи. И это Миша Рубанов, наш мобильный сенсей. В какой-то момент Миша понял, что очень хочет, чтобы мир узнал про мобильную разработку в Dodo Pizza. Поэтому Миша начал писать технические статьи и сделал свой канал в Телеграме. Сейчас около 500 человек следит за тем, как же продвигается наша мобильная разработка. Все они очень классные. И думаю, что в следующий раз я вам расскажу про следующих участников программы и расскажу про наши новые успехи. Итак, люди про нас узнали. Что же мы хотим дальше? Мы хотим, чтобы они за нами следовали. Именно поэтому у нас появились сообщества Dodo Pizza Engineering. Они есть в ВКонтакте, в Фейсбуке и в Телеграме. Подписывайтесь, ставьте лайки, шерьте обязательно. Сейчас в них 1800 участников. Рассказав эту всю историю, наверняка вам интересно, а что же насчет метрик. Как мы вообще будем измерять свой успех и как мы поймем, что к концу 2012 года мы пришли к тому, чему хотим прийти. Итак, метрика, потому что люди нас знают. Мы немного поштурмили и решили, а почему бы нам не прийти в конце 2019 года на крупнейшую конференцию .next и не спросить разработчиков, знают ли они что-нибудь про Dodo Pizza, знают ли они, что это классная IT-компания. Поэтому мы в конце 2019 года пойдем на .next и хотим, чтобы 9 из 10 разработчиков знали, что Dodo Pizza это про IT. Про следование намного проще. Мы хотим, чтобы наше сообщество к концу 2019 года выросли до 30 тысяч человек. И про то, чтобы люди к нам приходили, все очень просто. Мы хотим войти в топ-3 работодателей, IT-работодателей в России. Есть независимый рейтинг от компании «Мой круг». Год назад мы в него вообще не входили. В прошлом году мы вошли в десятку. В этом году мы хотим войти в топ-3. Всем спасибо. Не забывайте, что Dodo Pizza это классная IT-компания. Подписывайтесь на наш Slack, если хотите узнавать новости IT-бренда. И если вы хотите работать в IT, обязательно напишите Виталику Калинину. Или знаете людей, которые хотят работать. Супер Виталий ждет вас в Телеграме. Всем спасибо. Передаю слово Кате. Спасибо. Спасибо. Спасибо.